Я слышал о тебе, охотница. Каждая эстрафа твоей песни повествует о невероятной победе. Эхо от неё слышно по всей зарубке. Не стоит верить каждому эхо. Это я знаю. Когда-то в Бануре звучала моя песня. Умнак, охотник на легендарные машины. Затем я и пришёл. За машиной. Её зовут Подземным Когтем. Звали, когда я был моложе. Вот такой бы победой завершить мою песню. Я... Раньше я мог преодолеть путь от Банура до зарубки без ночлега. А теперь... Мои кости болят, охотница. Но ты... Ты обошла Ратака. Возглавила Верак. Если хотя бы часть твоей песни правдивы, ты единственная, кто может пойти вместо меня. И поохотится за вас? Не только за меня. За старого друга. Чтобы я поохотилась за вас? Это какой-то обычай банук? Нам бы такой не помешал. Но нет. Мы боремся и побеждаем, пока не терпим поражения. Признаюсь, мне тяжело об этом просить. Будь это другая машина, я бы умер, как жил. Охотником. В славном бою. Но коготь оборвал уже слишком много жизней. Я ничего не добьюсь, пролив свою кровь пустую. Лучше жить в мире, где когтя больше нет, чем умереть, зная, что он продолжит свирепствовать. Похоже, ваше имя на слуху. Быть банук значит совершенствоваться до предела. Мой предел оказался выше, чем у многих. По земле рыскали грозные машины, и в юности я обнаружил в себе талант к охоте. Даже сейчас мое имя имеет вес. И когда вновь объявился коготь, Верак пришел ко мне. Вы все еще верите в себя, как верят эти люди? Может, верил. Пока не взял лук в дрожащие руки. Впервые заметил старческие пятна на костяшках. Как это странно быть старым. Смотреть назад и видеть долгий путь. Смотреть вперед и видеть стену. Это машина, подземный коготь. Почему вы ради нее отправились в такую даль? В иных песнях бывает припев, как возвращение к прошлому. Это уместно. Вы уже охотились на нее. Двадцать им назад, не меньше. Мы были так близки к победе над когтем. Ближе, чем кто-либо до и после. Мы? Я и мой друг. Он был вождь моего Верака. Умелый охотник. Каждые несколько зим когуть объявлялся на новом месте. Я знал двух вождей, которых он лишил жизни. Мой друг стал третьим. Эту охоту я хотел посвятить ему. Вижу, для вас это важно, умнаг. Вы правда хотите уступить мне эту охоту? Я больше не могу тягаться с когтем. Если вообще мог. На этой охоте я погибну. В этом я не сомневаюсь. Кровь Банук в моих жилах требует, чтобы я сразился с ним сам. Но когти надо уничтожить. А мертвецу это не по силам. Я поняла. Сделаю, что смогу. Я уверен, ты можешь многое. Говорят, что теперь подземный коготь возвращается лишь раз в шесть зим. Я слышал, что он обосновался на северо-восточных краях Зарубки. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Никогда не знаешь, когда пригодится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сделал DimaTorzok Было трудно, но больше этот камнегрыз никому не принесет бед Подземного когтя сразила вождь-странница Эту строфу твои песни услышат многие Мне сложно к этому привыкнуть Песня нередко приукрашивает заслуги человека Но ты исключение И ты оказала мне большую услугу Мой враг погребен Как и многие убитые мохотники Мой друг Мой вождь Он будет рад, что никого не постигнет его участь Прими этот дар Ты исполна его заслужила Дальше заходили на концерцию За что бы он не подумал, что кто-то и Метуара Татар Маку Субтитры сделал DimaTorzok